С доброй целью поделиться доброй вести – это очень хорошо и правильно. Правда, вот всегда молюсь, как это делать. Но Бог всегда даёт возможность, вот эту удочку, которая закидывается, она вот работает. Работает. Я знаю только одно, что вы сможете это делать намного лучше, если вы будете молиться. Открывать свои сердца. Не закрывать, когда Бог открывает двери, а наоборот, заходить. То Бог будет так обстоятельства сопровождать, совершать, что будет возможность. Я уже сказал, и через окошечко, и когда заправляем бак автомобиля, и на светофоре, кстати. Я говорю, как вот Дух Святой наполняет, это не каждый раз, не всегда, но... Вот однажды остановился машиной, просто смотрю, закрыто окошечко, открыто окошечко, неважно. Я говорю, есть возможность, светофор красный, 20-30 секунд. Я говорю, откройте, открывает. Говорит, что надо? Помощь нужна. Американцы, очень много людей, добрых людей. Я говорю, нет. А что? Иисус. И один даже услышал, у него так... Я увидел, его голова опустилась, светофор красный, он как-то вот грустный такой. И вот так я ему сказал, он так поднял и вымылся. И знаете, что он мне сказал? Вот в эти 30-40 секунд, которые были. You made my day. Ты сделал мой день. То есть, американцы, как сленит, так говорят, когда настроение поднимается. Особенно, когда мы в молитве, когда мы желаем людям спасения, если они не знают. Но если бы вы знали, сколько американцев никогда Библию не читали, особенно молодежь. Вроде компьютеры есть, вроде за доллар можно купить, в долларовом магазине. Вы думаете, они вот будут открывать, читать? Огромное количество людей. Да, среди евреев. Тяжело, очень тяжело. Но я должен это сказать и напомнить. Как написано, помните, Римлянам 1,16. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть силы Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, а также Елену, на ротчесть, которого Бог нас всех благословил. Он пал временно, он слеп, но от их падения спасение нам, язычникам, чтобы воспудить в них ревность. Римлянам 1,11. Много их встречали. Тяжело им проповедовать. Но это благословение для нас. Особенно этому народу. Хотя во Христе нету разницы. Иудеи, неудеи. Сказано, нет, не иудеи, не-не иудеи. А мы одно. Господи. Хорошо, друзья, есть много что еще рассказать, много свидетельств. Но вы сами можете посмотреть. У нас есть канал на YouTube, называется «Евангелие в последнее время». Где-то 1200 видео на сегодняшний день, но суть опять не в том, 1200 там. Они разные. Мы стараемся миссионерские служения комбинировать, combine with the English versions, с английской версией. То есть вы можете посмотреть на русском или на английском. Но английская версия, она как бы оригинальная, потому что в основном мы проповедуем на английском языке. А потом я делаю перевод как бы в обзоре. И то же самое видео, но оно больше получается. Можете смотреть на русском языке. Также есть немало проповедей, но мы всегда предупреждаем. Я не пророк, а я просто делюсь так, как я понимаю пророчество Писания, пророчество Библии. Это может отличаться от вашего понимания. Поэтому не судите меня строго, если посмотрите, и не согласитесь с тем, как я вижу пророчество последнего времени. Но если есть желание, можете посмотреть очень много видео, в основном миссионерские. Канал называется «Евангелие в последнее время» на Юйдюбе. Также я привез с собой такие брошюрочки о служении. Здесь немножко информации, кто мы, что мы, чем мы занимаемся. Есть веб-сайт, наоборот, и вся информация. Вот. Каждый месяц мы пишем молитвенные письма, как на английском, так и на русском языках. Если у вас есть желание, вы можете подписаться. И каждый месяц, как Господь будет вести меня, буду живым, здоровым, буду рад вам отправлять эти письма для молитв. У меня четверо детей, четверо сыновей, двое больных уже 7 лет. Ну, так произошло в моей семье. Поэтому, если Бог напомнит вам молиться, пожалуйста, молитесь, потому что это будет вдохновлять нас. И мы знаем силу молитвы, и чувствуем, и видим ее. Но, особенно в служении, когда мы выходим, да, это духовная война, она продолжается. И мне уже не 20 лет, не 30. Как евреи говорят, помните, 40-39 ударов когда давалось, говорили, как 40 без одного, и мне 50 без одного. Только не ударов, слава Богу. Хотя, ну, слава Богу за все. Поэтому, вспомните нас в молитве, моих детей, мою жену, меня, служение. Мы будем вам благодарны. Если Бог расположит вас поддержать это служение, мы также будем благодарны. Но, если Бог располагает, и у вас есть возможность. Хорошо, друзья, библейский стандарт. Мы пройдем сегодня первую часть. Господь позволит, если воля Божия, я еще раз посещу вашу церковь, вас всех, мы закончим эту тему. Итак, давайте мы откроем 13 главу Иоанна. Это будет первое место. Мы прочитаем еще одно место. А потом мы еще в середине проповеди прочитаем еще одно место. Но первое место это 13-15 Евангелия от Иоанна. Иисус сказал так. Ибо я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что я сделал вам. И второе место это следующая глава, 14-я, тоже 15-я стих. Сказано так. Смотрите. Если любите меня, то что? Соблюдите мои заповеди. Это очень важно. Божьи заповеди, они святые. И их нужно соблюдать. И если мы любим Господа, мы обязательно будем их соблюдать. Итак, библейский стандарт. Что это такое? Живем ли мы в библейском стандарте? У Бога есть стандарт. Его стандарт имеет несколько измерений. Если мы хотим иметь эффективную жизнь во Иисусе Христе, мы должны жить в Божьем библейском стандарте. Или Господней рамке. Когда мы слышим слово рамка, как бы ограничение, да? Хотя сказано и так есть, там, где Дух, там свободно. Только того, кого Господь освободит, тот истинно свободным будет. Но у Бога есть рамка. Я хотел бы, чтобы мы ощутили красоту жизни в библейском стандарте. Хоть мы не можем осязать, как бы потрогать, но давайте сделаем это хотя бы духовно, чтобы вы видели красоту всего этого, чтобы у нас ещё более было желание, сердце наше, жить в Божьем библейском стандарте. Когда первые евреи уверовали во Христа, а мы знаем, что первые христиане были евреи. И первая церковь, она родилась не в Москве и не в Вашингтоне. Она родилась в Иерусалиме. И она была достаточно большой, если можно говорить так, до пяти тысяч человек, где пресвитером, пастором был физический брат Иисуса Господа Яков, да? И вот они стали называть себя, знаете, как? То есть мы говорим, вот первые христиане в Антиохии, да? Но как бы из неевреев, хотя там тоже большинство было евреев, потому что евреи жили в диаспоре, в разных странах. Но я сейчас говорю именно об Иерусалимской апостольской церкви. Вот слово «мессия» мы знаем. По-английски «мессия», по-еврейски «мещих» или «мессия», да? Или «христос», или правильно «кристос» по-гречески. Ну вот евреи, они стали называть себя «мещихи» от слова «мещих». Слова «мещих» или «мессия» означает «помазник». Христос означает «помазник». Иисус – помазник, да? А оно един мой. Но когда они себя стали так называть, или просто христиане, они вкладывали очень интересное значение в это понимание. Они свидетельствовали о том, что они являются последователями пути вот этого помазника. Потому что Иисус есть путь. Он есть путь. Он сам сказал, есть путь истины и жизни. И никто не приходит к Отцу, как только через меня. Это путь скорбей. Это путь узкий. Сегодня очень мало кто хочет идти этим путем, даже среди народа Божьего. Но это путь скорбей. Ибо этот мир не изменился. Он как ненавидел Иисуса. Он его ненавидит. И будет ненавидеть нас. И в Америке будут нас ненавидеть, если мы избираем. Но это единственный путь, который приводит в небеса и в жизнь вечную. И они свидетельствовали об этом, что они являются последователями пути. И вот Господь по милости нас спас. Я уже, наверное, не первый раз сказал и говорил, что это милость Божия. И вот дар вечной жизни, это дар вечной жизни по милости Господь. Мы его не заслужили. Это Божия милость. Но если мы приняли этот дар, если мы стали называться последователями пути вот этого мессии Господа, тогда у Бога появляются к нам требования. И вот требования являются первым измерением Божьего библейского стандарта. Я предлагаю всем нам рассмотреть эти требования. Какие это требования? Соблюдаем, совершаем, практикуем ли мы на деле эти требования Бога. Если мы христиане. Если нет, помоги нам Господь начать их совершать. Но это для тех, кто является последователем пути мессии. И первое, это то, что мы должны что? Мы должны идти. Почему мы должны идти? Потому что Сам Иисус пошёл. Давайте откроем Евангелие от Матфея, 9 главу, и прочитаем со мной один стих. Давайте все откроем. Первую книгу Нового Завета. Матфея. Матит-Ягу. И прочитаем 35 стих. И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Кто помнит царя Соломона? Мы его называем Шломо. Да, так действительно его имя произносится. Вот по правде Божией. Как его назвали? Шломо или Соломон. Я и так, и так называю. Кем был Соломон? Царём. Да? А чего? Израилем. А помним, как Бог его благословил? Вот чем Бог ему благословил? Мудростью. Правильно? То есть он попросил. А Бог ему дал мудрость, и всё, прибавилось. И мы знаем, что такого благословения, которое Соломон имел в плане, вот как Израиль того времени, Израиль не имел никогда, но ещё будет иметь, когда покаяться и верует во Христа в тысячелетия. Но мы знаем, что со всего мира шли в Иерусалим, чтобы что? Послушать мудрость Соломона. А вы знаете, когда вы идёте в Иерусалим, вы не спускаетесь, вы поднимаетесь. Это интересно, да? И вот Иерусалим как корона. И храм. Самый драгоценный камень этой короны. Соломон, который построил первый храм Господу. Соломон кто? Царь Израиля. А Иисус? А Иисус кто? Он не только и не просто царь Израиля. Он царь царей и Господь господствующих. Но он оставил славу на небесах и пошёл, родился на эту земле ради нас, чтобы мы ему плевали в лицо и отдали на распятие и убили царя славы. Нам сегодня не нужно ни за кого умирать. Жертвы Христа достаточно. Но хотя бы найти время немножко для людей в своём городе. Хотя бы раз в месяц. подержать сумку с Библиями, чтобы кто-то, может быть, передал добрую весть людям в нашем городе. Господь намного больше, чем Соломон или кто угодно. Поэтому, если мы не идём, мы нарушаем этот пункт первого измерения. И мы не выстоим в войне, которая продолжается духовной. Церковь просто не сможет стать церковью Писания. Просто не сможет. Потому что ломает здесь, нарушает здесь. Мы должны идти. Так сказал Господь. Перед вознесением своим он отдал это поручение. Не только апостолам. Нет. Послал их. Но это сказано для всех христиан. По дарам, которые мы имеем. Но в служении одном. Я уже сказал, кто-то может выходить, кто-то нет. Но суть одна, желание в служении одном. Кто-то проповедует, кто-то молится, кто-то проповедует, кто-то держит сумку. По тем дарам, которые мы имеем. Дальше. Мы должны учить. Всё очень просто. Что правильно, что неправильно. Не всегда получается. Бо мы люди немощные. Я тоже много согрешаю. Но Бог милует и меня. И даёт. Исповедоваться. И очищает свои крови. Как написано? Когда мы это делаем? Мы с солью свет. Если в этом мире нормально курить марихуану, что мы говорим? Что это что? Это грех. Но мы говорим правильно. Мы не молчим. Мы говорим, что это грех. Я в одной церкви проповедовал. Несколько лет назад. В спокине. Не буду говорить какая. Но не славянская. И я это сказал. И у меня были проблемы после служения. Да. Пастор пришёл с ним. Говорит. Докажи. Вот докажи. А что ты сказал, что это грех? Покажи. Докажи. Мы считаем, что это нет. Но тем самым пастор себя выдал. Что он курит, наверное. Я так подумал. Но если человек защищает, говорит, что как я смел. Ну, всё равно, что там конфликтная ситуация была. После этого я сам сказал, я больше не приду. Ну, и они меня больше не... И отказались даже нам помочь. Ну, и хорошо, может быть. Но неважно. Мы говорим. Если в этом мире нормально разводиться, мы говорим, разводы грех. Бог против разводов. Бог ненавидит разводы. Есть причина. Есть. Прилюбодеяние. Тогда, если человек хочет развестись, Бог не уменит ему вину. Если человек хочет развестись по этой причине, если есть эта причина. Правда, Павел говорит ещё одно. Он от Господа говорил. Помните? Один верующий, другой неверующий. Если неверующий не хочет жить, то отпусти. Ибо к миру призвал Господь. Но Бог ненавидит разводы. Если в этом мире нормально иметь сексуальное отношение до брака, мы говорим, это грех смерти. Это блуд, это грех смерти. Если в этом мире трубят везде гомосексуальные отношения, мы говорим, публично говорим, что это мерзость, это грех смерти. Но я уже сказал, да, мы это говорим, но мы всегда потом добавляем, что сегодня день благодати, и сегодня день милости, и Бог призывает всех покаяться, и те же самые гомосексуальные, да кто угодно. Грех есть грех. Если покаяться, спасутся или нет? Спасутся. То есть мы должны это понимать, мы должны говорить, как есть, но также напоминать, что Бог любит их и желает им покаяния. Не только вот вы все плохие, вы все такие, вы все грешники и умрёте. Да, если не покаяться, погибнут. Но наша цель – молитва, чтобы покаяться. Людям это не нравится. За это можно получить. Но лучше получить и не идти на компромиссы в этих вопросах, чем потом, когда Бог напомнит, что мы пошли на компромиссы. Я сейчас не говорю о том, что нам нужно специально идти, извините, на рожон, я не знаю, искать проблемы. Нет. Но когда мы, свидетели беззакония, молчим, это компромисс. Мы должны говорить. Мы должны стоять за евангельскую истину, даже если это стоит нам больших проблем. Потому что в этом и суть. И жизнью своей практиковать правду Божью. Итак, мы должны учить. Мы должны проповедовать. А что это значит? Это значит, что выносить послание доброй вести наружу. Я уже привёл пример. Вот как бы мы не говорили сегодня, как иногда говорят, вот сейчас такой век технический, какая проблема открыть компьютер и Библию сразу прочитать. Но проблемы нет открыть. Но у людей это в сознании нет. У людей это в сердце нет. Нам легко рассуждать. Мы верующие. Но мы не видим эту войну, как дьявол сражается. А дьявол, кстати, великий воин. Дьявол не спит. И, слава Богу, наш Господь не спит. Но мы спим. Вот проблема в чём-то. Мы спим. А дьявол воюет, написано, как рыкающий лев в последнее время украсть, убить и погубить, и даже избранных. Поэтому, если мы не будем в строю, мы потеряем поражение. Все должны быть в строю. И столетние должны быть в строю. Каждый в своём порядке. По возможностям. Моисей не сказал, что он на пенсии. 120 лет ему было. Помните, когда Иисус Новин повёл народ воевать против Амаликитян, которые им в спину ударили? Моисей не мог там, сразу до коня там, сражаться. Но он всё равно был на пределе. Он сказал, я на пенсии, оставьте меня в покое. Он поднялся на гору. С двумя. Он возделал руки, и тогда народ побеждал. Но ему было 120 лет. Ему было тяжело, и они опускались. Народ терпал поражение. Но вот эти двое поддерживали руки, и потом положили камень, помните? Вот так побеждается. Сперва духовно, и тогда это физически. Эта победа, она практикуется, совершается физически. Вот ваше здание, или не ваше здание, в рент, как я понял. А, окей. Ну, не важно. Слава Богу. Слава Господу. Слава Богу, что есть. Посмотрите, дома вокруг вашего здания. Мы же знаем, что церковь – это не здание. Вот дома есть. А скажите, кто вот сейчас наши, вот мой ближний, и вы? Вот сейчас, вот почему? Потому что вы же самые близкие ко мне по расстоянию физически. А вот кто вы, наши ближние, если вот так оставим нас, которые внутри? А вот эти люди, которые живут в этих домах? Кто им расскажет Евангелие? Вот даже воскресенье, вы в другом здании, я знаю, собираетесь. В воскресенье. Вы когда-нибудь задумывались об этих людях, которые окружают ваше здание там? Они же ваши близкие. День воскресный, день Господень. Один из дней. Тоже Бог его выделил, кроме субботы, седьмого дня. А может быть, постучаться к ним и сказать, мы здесь, славянская церковь. Два часа, каждая воскресень. Приходите к нам. Ну, может быть, у нас нет перевода, но мы что-то вот с Божьей помощью. Если мы хотим, чтобы они пришли к нам, а мы должны хотеть, братья и сестры, не отделять себя, как евреи неправильно поняли, почему Бог их избрал, и отделили себя. И вот произошла вот эта трагедия после Евгения. Мы должны пойти, мы должны их найти, мы должны их пригласить. Иисус так делал. Иисус ушел. Ушел. Он искал. Он находил раненых, обездоленных, уже которых похоронили. Пальцы нам показывали. Фарисеи, саддуки на них, вот. Если бы он знал, кто к нему прикоснулся. А Иисус сказал. Ты мне даже стакан воды не подал, а она слезами своими умылами. Иисус, кто есть Господь, Господствующим. Он сам прикасался к прокажурам, которым никто не хотел прикасаться. Они жили на кладбище. Кладбища были за городом в то время. Вы людей. Он сидел среди мытарей, блудников и грешников, но чтобы помочь им, дать им надежду. Они потом обвинили его за это. Он женщину взятую на деле, при деле, при любодеянии, они ее поймали, а он ее взял и простил. Знаете, мы ее в наших церквях бы давным-давно закидали бы камнями. Давным-давно никакой бы милости ей не оказали бы во многих церквях сегодня наших славянских, хотя много о милости говорит, о любви говорит. Но мы бы ее не пощадили бы сегодня. А Иисус взял и пощадил. Он взял и простил. Она сделала грех смерти, и она должна была по закону быть побита камнями. А он взял ее и простил. Мы когда-нибудь задумывались вот эти три слова, что значит? Суд, милость и вера. Что это такое? Суд, милость и вера. Итак, Иисус, Он пошел. Он проповедовал. Иисус исцелял. Великий дар Духа Святого. У меня его нет. Это редкий дар. Да, мы можем говорить, я не хочу вступать в споры. Почему Бог оставляет болезнь? Нам много непонятно, но Бог оставляет болезнь. Так, как Он хочет, Он так и решает. Но суть в другом, что если мы доверяем Господу в этом благословении, уповании на Бога, и когда мы верны, все будет способствовать ко благу, даже через нашу болезнь. Вот Бог знает, почему Он оставляет. Потому что, Боже, цель спасти нашей души. Я могу всю жизнь прожить здоровым, но вечно жить не наследовать. А вот иногда Бог допускает и держит в болезни и в страхе своем. И так вот сохраняется моя душа к небесному правлению. А там никто не хромает. У Бога никто не болеет, никто не слепой, никто не согрешает, никто не умирает. А там вечная жизнь в Боге. К сожалению. Вот Бог разные рычаги действует, потому что это наша, ну это наша, конечно, проблема, что мы много согрешаем. К сожалению. Но другими словами можно сказать, что Иисус, Он действительно любил, Он действительно любил и любит. Я уже сказал, что часто мы любим тех, кто знаменитый, кто кого, самая последняя марки машина, кто известный, у кого карман широкий. А не дай Бог, с таким человеком что-то происходит на следующий день, мы его уже не знаем. Из выгоды часто, из выгоды. А как просто так научиться любить? Вот просто так. Вот делаю, потому что просто делаю. Вот просто так. Ради Иисуса. Не ища ничего. Тяжеловато, правда так? Но возможно. Потому что, я прочитал, помните, 13-15, Иисус сказал, Я дал вам пример. И Он показал пример во всех областях. И мы можем. И Он даже сказал в другом месте, что еще более, правда? Если захотим, если сокрушим свою гордость, если полностью верим в себя Богу, свою судьбу Ему, если будем распинать свое Я каждый день, пребывая по одному же Голгофску Христа, и погружаться в Слово Божие, из которого мы черпаем действительно все необходимое. И самое последнее я заканчиваю. И самое главное. Иисус всегда молился. Он находил время, Он шел там на холм, на гору поднимался, Он пребывал в общине с Отцом. Он всегда молился. И был результат, и ученики увидели этот результат. И они поняли, что это работает. И они однажды подошли к Господу и попросили Его о чем? Научи нас молиться. А значит, надо просить Бога. Правда? Значит, надо просить Бога, чтобы Он учил нас молиться, чтобы ориентиры были выставлены правильно, чтобы первое стало первым, а десятое было бы и десятое. Особенно в это время, когда много соблазнов, многое, и у народа Божьего многое, и дьявол не спит. Да, нам нужно просить Бога, чтобы Он учил нас молиться. И Господь дал пример молитвы Отче Наш. Вот этот порядок, вот эта простота вечной ценности, которая заложена в этой молитве, которая не пятидесятническая. Как мне сказали однажды в Баптийской церкви, а почему ты пятидесятнической молитвой и помолился? И такое есть. А я так, знаете, как отвечаю, вот так. Это не только разное есть. Как Вы сказали, я в разных церквях бываю. Знаете, вот может быть эта церковь и баптистская, но она должна стать христианской. Может, хорошо идут, но откровение Отца это Христос. Это не баптизм, это не пятидесятничество. Откровение Отца это Его Сын единородный, Сам Христос. Вот к Нему нам нужно стремиться. Его нам нужно познавать. Да, мы должны исследовать свои учения церкви, я не против динаминации. Не, я не против. Хотя, может быть, лучше было бы, чтобы, как Иисус сказал, что все одно, как и я, одно едино. Но на сегодня это так. Я нормально отношусь к этому, конечно же. Нам нужно молиться. Когда мы молимся, мы говорим, Господи, мы зависим от Тебя. А это же благословение зависеть от Бога. Когда я завишу от Бога, я имею вдохновение. Когда я завишу от Бога, я знаю, что ничто со мной не случится, что не должно случиться. Сажусь за машину, надо все же помнить, молиться. За руль. Получил кусок хлеба, глоток воды, надо благодарить Бога, потому что этого глотка воды могла не быть. Если кто-то думает, что он сам себе зарабатывает, сам себя охраняет, не дай Бог, потому что Бог быстро такому человеку покажет, что он глубоко ошибается. Помоги нам, Господь. Помните эти, я не знаю, ступени, первого измерения требования Божьего, чтобы все же и мы пошли, учили, через жизнь проповедовали, любили просто людей, чтобы молились и сами учились молиться, чтобы эта красота, стандарта жизни Божьего явилась в нашу жизнь, и мы смогли бы победить в этой войне, которая еще продолжается. Следующее измерение странники пришельца на этой земле, учиться жить, как странник и пришелец. И следующее измерение, дисциплина, и следующая наша судьба. То есть мы посмотрим, какова наша судьба, в чем наша судьба в Господе Иисусе Христе. Благослови Господь, слава Богу, аминь. Я взял больше времени, простите, пожалуйста. Молимся. Слава Богу, братья и сестры, за Господнюю заботу, за Его любовь к каждому из нас. И знаете, время быстро идет, и я буду постараюсь сказать ту мысль, которую Господь положил мне на сердце, то слово, которое Господь о вере сегодня говорит в первую очередь ко мне. Потому что я тоже нуждаюсь, как и каждый из нас, мы нуждаемся в нашем Господе. И как брат уже сказал, что мы должны зависеть от нашего Господа. Мы должны понимать, что если Господь не благословит, то значит нужно что-то сделать, чтобы Он благословил. Слава за это Богу. Откроем пару мест и буду прочитывать. В одной из мест Писаний записано Третье Царство. Всеми вам известная такая история, но я прочитаю ее в напоминание нам. Значит, Третье Царство, 18 глава, 19 стих и ниже. Теперь пошли и собери ко мне всего Израиля на гору Кормил и 450 пророков Вааловых и 400 пророков Дубравных, питающихся от стола Язавели. И послал Лохав ко всем сынам Израилевых и собрал всех пророков на гору Кормил. И подошел Илья ко всему народу и сказал, долго ли хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте. И не отвечал народ Ему ни слова. И сказал Илья народу, Я один остался пророк Господень, а пророка Вааловых 450 человек. Пусть дадут нам два тельца и пусть они выберут себе одного тельца и рассекут его и положат на дрова на огонь, но огонь пусть не раскладывает. И я приготовлю другого тельца и положу на дрова а огня не подложу. И призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя Бога моего. Тот Бог, который даст ответ посредством огня есть Бог. И отвечал весь народ и сказал хорошо. И сказал Илья пророк Вааловых выберите себе одного тельца и приготовьте вы прежде ибо вас много. и призовите имя Бога вашего, но огня не подкладывайте. И взяли они тельца, который дан был им, и приготовили, и призывали имя Ваала от утра до полудня, говоря Ваалы услышь нас, но не было ни голоса, ни ответа. И сказали, и скакали они у жертвенника, который сделали. В полдень Илья стал смеяться над ними и говорит, кричите громким голосом, ибо он Бог, может быть, задумался, или занят чем-либо, или в дороге, а может быть, спит, как он проснется. И стали они кричать громким голосом, и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так, что кровь лилась под ним. Прошел полдень, и они все еще бесновались до самого вечернего времени жертвоприношения, и не было ни голоса, ни ответа, ни слуха до этого места. Вы все помните этот интересный такой эпизод из жизни Божьего человека, и я бы хотел немножко, чтобы мы с вами обратили внимание все-таки на обстоятельства, в которых был Илья. Если мы возьмем эту историю, и мы начнем ее прочитывать еще несколько заранее до этого, то мы с вами видим, что появилась эта ревность в этом человеке, где этот Божий человек Илья, он начал ревновать сильно о Господе, он начал ревновать о том, что он понимал, что народ Божий начинает раздваиваться, они то служат Богу, то служат Ваалу, то они вроде с Богом, то не с Богом, и он поэтому возревновал о Господе. И он, вы смотрите, в него появилась такая инициатива, где он сам пришел и он сказал этому, значит, там был этот человек Ахавда, он послал его, и он сказал ему, собери весь народ, собери весь израильский народ, тот остаток, который остался, приведи их сюда, на эту гору кормил, созови также этих поклонников, пророков Вааловых, которых было 450 человек, а также и дубравных этих пророков, которые питались от Елизавели, и их приведи тоже, то есть все люди, которые находились там, они должны прийти на это место, потому что здесь Господь будет нечто делать, и вот он делает им пропозицию, он ставит такое условие, он говорит им, что мы должны сейчас определиться, или мы с Богом, или же мы с Ваалом, мы должны сейчас понять, что есть в нашей жизни важное, потому что мы не можем хромать на оба колена, и вот он им делает такое условие, говорит, что будут сделаны два жертвенника, на эти жертвенники будут положены эти тельцы, определенная жертва, и пусть молятся, пусть Вааловые, эти пророки молятся, и посмотрим, что будет, если их не Бог им ответит, если эта жертва будет принята, то тогда мы все обратимся к этому Ваалу и будем ему служить, зачем нам раздваиваться, то же самое он говорил, и я сделаю, но смотрите, братья и сестры, я удивляюсь в этом человеке, я удивляюсь в том смысле, что он имел эту храбрость стоять за Бога, за Божье имя, и будучи совершенно одним, он был одним, и перед ним стоял этот израильский народ, который находился в сомнении, который не понимали, может быть, который уже утратили веру, может быть, уже сами не знали, а где Бог, а где не Бог, и этот человек, он имеет такое дерзновение, он понимает, что за такой поступок его могут сейчас лишить жизни, он понимает, что он идет на довольно рискованное такое испытание, и он стоит один, перед ним стоит народ, который непонятно в каком состоянии, перед ним стоят эти 450 пророков, перед ним стоят еще Божьи пророки, на которые отступили 400 человек, и он имеет это дерзновение, и он говорит им, давайте будем делать так и так, и смотрите дальше, когда этот процесс уже проходит, когда уже они начинают, поставили этот жертвенник, они начинают взывать к своему Богу, а Илья имел совершенный мир в своем сердце, он совершенно был спокойный, он совершенно не имел никакого переживания, не было никакой тревоги, не было никакого волнения, и даже чувство юмора еще в него осталось, он впоследствии начинает просто смеяться над ними, это пред всей этой толпой, он им говорит, кричите громче, говорит им, что вы так, может быть, ваш Бог куда-то ушел, или он заснул, или он не слышит, или он занятый, то есть, человек настолько был уверен в Господе, настолько Илья знал, что Господь, Бог есть живой, Господь, который отвечает, что он даже начинает просто над ними смеяться, и если мы будем прочитывать дальше, то когда же вся их церемония закончилась, когда все поняли, что нет никакого ответа, ничего у них не получается, то там есть такая фраза, что Илья созвал весь израильский народ, и он сказал, подойдите поближе, почему он это делает, он это делает, чтобы уже не было никакого сомнения ни в кого израильского народа, чтобы не было ни в кого никакого малейшего подозрения, что там что-то он как-то схитрил, или как-то подстроил что-то, но более того, мы читаем, что он говорит, что там те люди, которые были, он им еще сказал, налейте воду на этот жертвенник, и они эту воду настолько лили, что даже ров, который был вокруг жертвенника, он был переполнен этой водой, и когда уже он возвал к Господу, то Господь сделал свое дело, слава Господу, и мы видим, что израильский народ, увидев это, и они сказали, воистину, Господь Израилев есть наш Бог, слава Господу, другое место, я уже не буду прочитывать его, но мы с вами помним, когда Христос был, когда Христос был на этой земле, и тоже в его жизни был такой период, когда он остался совершенно один, когда он был совершенно один, и там даже те 12 учеников, которые так обещали ему, что да мы с тобой на смерть пойдем, да мы с тобой в вузы, куда бы ты только ни сказал, мы с тобой кругом будем, но мы видим, что пришел тот момент, когда они все разбежались, когда они все его оставили, и Христос остался совершенно один, и когда уже его предали, когда Христос находился, то там было тоже такое место, где написано, что полк, да полк солдатов этих, они остались там, и они просто издевались над Господом, я так смотрел по гугл, думаю, а сколько же это было человек, то примерно так говорится от 400 до 600 человек примерно было военных людей, которые просто насмехались над Господом, которые обичевали Его, которые издевались, надели Ему этот терновый вино, которые насмехались, плевали, говорили Ему всяческие вещи, Христос остался совершенно один. Я так задумался над этим, думаю, Господи, а зачем Ты позволил, зачем Ты позволил своему Сыну пройти вот это? Ведь разве недостаточно было, что просто взяли Его, распяли, и все, но зачем Ты позволил, чтобы Христа, твоего Сына, пройти Ему такое унижение, пройти Ему такое посмеяние, такое издевательство было. И знаете, братья и сестры, я понимаю это для того, чтобы потом, когда мы с вами, может быть, останемся одни когда-то, когда мы с вами будем проходить через какие-то трудности, может быть, будут какие-то переживания в нашей жизни, может быть, мы будем, как Илии, совершенно одни и никого не будет рядом, и нам нужно будет стоять за имя Христова, нам нужно будет стоять за то призвание, в котором мы находимся, мы, может быть, придется нам когда-нибудь говорить, что мы христиане, и люди этого не будут понимать, и может быть, будет даже какая-то угроза жизни, чтобы мы понимали, что Христос, Он всегда с нами, слава Господу, чтобы мы понимали, что если Христос прошел это, если Христос прошел предательство, если Христос остался один, и вокруг Него была такая толпа людей, которые просто издевались, то мы можем тогда сказать, что если Христос это прошел, то значит, Он понимает, в каких я буду обстоятельствах, или в каких я есть обстоятельствах. И я хотел бы привести нас, братья и сестры, к такому, чтобы мы размышляли, чтобы мы понимали, может быть, на этом месте есть человек, который проходит какую-то трудность, может быть, Господь допускает, что мы проходим долиной смертной тени, может быть, пришло какое-то переживание, или какая-то проблема в нашу жизнь, и мы, казалось, остались совершенно одни, и никого рядышком нету, а может быть, те люди, что есть рядом, они не понимают, но мы должны, братья и сестры, укрепиться в вере, потому что Господь, Он всегда с нами, слава Господу, потому что Он верен своему Слову, и Он сказал, что не оставлю вас никогда, не оставлю вас, я приду к вам, и я буду, и мы верим, что Господь Духом Святым, Он на этом месте, слава нашему Господу. Если мы вспоминаем историю об Иове, то Иов тоже проходил определенную трудность, Иов тоже проходил определенные обстоятельства в своей жизни, и он сказал, что, а я знаю, что Спаситель, мы жив, слава нашему Господу. И я бы хотел, чтобы каждый из нас, братья и сестры, чтобы мы укрепились в нашем Господе, чтобы мы могли понимать, что Господь, Он всегда рядом с нами, Господь, Он сделал все для тебя и для меня, Господь сделал то, что мы с вами находимся на этом месте, не потому, что мы такие хорошие, или мы что-то сделали сами, но Господь позволил нам, и мы пришли на это место, чтобы услышать Его Слово, и чтобы мы могли укрепиться в Нем, слава Господу. И как Господь показал нам через эти примеры, как Ильи прошел это время, Ильи прошел эту трудность и не допустил ни малейшего сомнения. Он был уверен, что Господь заступится, он был уверен, что Господь не оставит его ни одного, не оставит его по смеянии, хотя он понимал, что от этого и зависит его жизнь. Но Господь помог, Господь вышел навстречу, слава Господу. И Господь помог также, братья и сестры, и многим другим братьям, и многим другим сестрам, и мы читаем, и в Слово Божье оно полно этих примеров, где Господь свой народ, Он не оставляет, слава нашему Господу. И да поможет нам Господь, еще одно место записано в притчах, там 4.23 написано, что больше всего хранимого храни свое сердце. Почему, братья и сестры? Потому что из него источник жизни, слава Господу. И мы знаем, что Соломон, он написал это место. Почему? Потому что Господь ему открылся, Господь дал ему эту мудрость, и он познал это. И он понимает, что если мы будем хранить свое сердце, если пребудет Божественный мир в нашем сердце, то мы сможем преодолеть любые испытания, мы сможем преодолеть любые переживания в своей жизни. И я вижу, что и Илья, и Иов, они имели свое сердце в чистоте перед Богом. Они хранили свое сердце, и Дух Святой наполнял их, и потому они были уверены в Господе. Они были уверены, хотя казалось бы, что нету никакого выхода, хотя казалось бы, что, может быть, и сомнения какие-то подходят, но они знали, что Спаситель нас жив, слава Господу. И давайте, братья и сестры, мы преклонимся перед Ним. Мы поблагодарим нашего Господа, что Он есть рядом с нами. И если мы будем проходить трудности, то мы должны всегда помнить, что Господь, Он с нами, слава Господу. Даже если перед нами будут стоять эти толпы людей, или полчища людей, которые будут что-то нам говорить, другое, или будут обвинять нас в чем-то, но мы должны знать, что Господь, Он всегда за нами, слава Господу. И да благословит Господь каждого из нас, чтобы мы прославили Его, чтобы мы своей жизнью могли прославить нашего Господа. Давайте помолимся Ему. Аминь. Аминь.